всем привет друзья сегодня ставим вот такой вот бесконтактный датчик вот его номер производства винница вот тут магазины где куплен все о нем обошелся у меня 800 рублей вот автомобиль 4 дэон убира 98 года с двигателем 16 от ланоса полный обез все ланосовская я его уже установил сразу говорю все пропало большие обороты проблемы расход дергание все исчезло и уже покатался но все же таки я хочу там есть малый ход у датчика его можно поднастроить я хочу это сделать с помощью вольтметра сейчас я буду подключаться так для подключения я использую такую вторую колодку которую вставил в на в мою колодку мы в дальнейшем вообще планирую заменить эту колодку мою на вот эту новую так как моя уже там разъезжаются эти контакты и нет хорошего контакта и так подключаемся в средний до ссылку в описании на вот эту колодку я оставлю можете ее там заказывать покупать также оставлю ссылку на этот мультиметр мультиметр хороший показывает показания нормально значит вон в средней колодке приткнулся значит сейчас показывает это значит мы сюда подключаем плюсовой красный на минус вот туда на аккумулятор подключаем минусовой ну и сейчас показывает 0 1 вольт пляшет что-то это скорее всего плохой контакт и включаем зажигание но не включаем сам двигатель не заводим машину и так вот я подключился к лодке включил зажигание что мы видим 0 86 вот если я двигаю дроссельную заслонку вот растет напряжение 0 85 это много поэтому нам надо ослабить болты и сделать меньше чем 0 7 немножко двигая сам датчик туда-сюда вот так перемещая и так попробую я его под настроить там ну ничего не получается вот над 8 вот это показывает но оборотов как ни странно нет наверное скорее всего на этих машинах так и должно быть ну еще есть шанс что дроссель не отсюда стоит так вот я завел машину на холостых стабильно показывает 0 9 0 91 0 9 но работает обороты не зависают оборотов нормально оборотах Shaun работает как слышал ты хорошо Как-то так. Ага, ребята, вот он, священный грааль сегодняшнего видео. Я заглушил двигатель, потушил все приборы, выключил подзарядку, и вот он показывает такую вот нормочку. 0,7, это его норма, то есть до 0,75 должно все выставляться. Даже 0,69 иногда. И в чем здесь, вот 0,68 сейчас показывает, и в чем спрятан на собака, я не понимаю. Сейчас по очереди включим, что там у нас было. Габариты. Вот я включил габариты, загорелась панелька. Идем. 0,68. Ничего не поменялось. Выключаем габариты, включаем вот эту вот мою подзарядочку. Смотрим, 0,68, ничего не поменялось. И еще был включен, было включено радио. Выключаем подзарядку, включаем радио. И вот они, 0,75. А теперь включаем габариты и добавляем радио с габаритами. Также 0,75. Добавляем сюда еще и зарядку. Как было. Вот так. Странно, на 0,75. Делаем погромче радио. Опа, 0,76 я только что видел, проскакивает. Сейчас я сделаю еще громче радио. Ну вот, я сделал погромче радио, уже показывает 0,79. Итак, я потушил, выключил магнитолу. Опять показывает 0,68. То есть, это норма. У нас до 0,70 должно показывать. То есть, вот почему датчик работает идеально, пока новый. И радио мое. То есть, ну, у меня проблема, кто не знает. Я датчики эти задолбался менять, и обороты зависают. Народ, ну, я не знаю, что с этим делать. Может быть, как-то радио переподключать на другие линии. Потому что я фары включаю, ничего не меняется. Только радио делает такие вот мозги. Отпишитесь, помогите в видео самом. В комментариях. Может, кто знает, что с этим делать. И почему так разнятся показатели из-за просто включенной радийки на включенном зажигании. Сейчас еще раз заведу двигатель. Вот я завел двигатель без включенных габаритов, радио и тому прочему. Показатели пляшек. 0,86, 0,84. Массу подергал, контакт проверил. Вот 0,8. Ну, я согласен. Может быть, идет коррекция какая-то на датчики, там, дат, воздух. Вот я пощупал датчик температуры ходящего воздуха, но ничего не меняется. И вот он, дат. Я его потеребенил, датчик дат. И тоже ничего не меняется. То ли это утечка, то ли это какой-то недостаток машины. Я не знаю. Но вот эти вот показатели влияют на расход в итоге. То есть, из-за того, что он показывает 0,8 вместо 0,7, у нас 7 вместо 0,8. Вот я только что еще включил печку. А также дальний-ближний свет, вот, в противотуманке. Видим, что 0,68. Получается, на незаведенной машине, только когда включаешь радио, эти показания выбиваются из нормы. Сейчас отключим печку и выключим все наши осветительные. И даже вот эту лампочку. Вот так. И даже наш видеорегистратор. Ну и, собственно говоря, упал на 1,01 вольта. Ну и то так. Вот даже слышно по регулятору холостого хода, что, вот я сейчас приближу, что до 0,7, я когда делаю, шевелю дроссельную заслонку, ничего не происходит. до 0,7 вольта. Слушаем. Вот сейчас 0,69, видно. И вот сейчас будет 0,7. Вот. Он начал жужжать. Это когда было больше, чем 0,72 вольта, он зажужжал. То есть он начал приоткрывать или закрывать свой канал. И вот что с этим делать? Неизвестно. Так, ну еще раз всем спасибо. Давайте. Жду ваших комментариев. Всем удачи, всем пока. Вопрос, походу, решился сам собой. Я отключил с массы и подключил на массу на сам датчик. Вот. И показания у меня 0,55. Работает. Работает, видим. Заслонка все показывает. 0,55 это его норма. Вообще просто идеальное выставление получается. Ну и сейчас заведем двигатель. Посмотрим, что будет показывать. Итак, вот на заведенном двигателе показывает 0,7. 0,74. Это с включенным радио. 0,73. Ну, то есть вопрос, наверное, нужно снимать. Спасибо за внимание. То есть массу надо брать все-таки от ЕБУ, а не от нашего аккумулятора. Так. Спасибо за внимание. Продолжение следует...